всем огромный привет я рада что вы заглянули на мой канал сегодня 25 февраля вторник и на моем канале очередной совместный челлендж саллы канал алла хобби ссылку я обязательно на канал алла оставлю под видео наш челлендж называется моя первая и крайняя раскраска ну я как и многие предпочитаю говорить крайне эта идея принадлежит не нам идея принадлежит насти дзин дудал настя привет тебе огромное спасибо настя написала мне в инстаграм и сказала что есть вот у нее такая идея и может быть она нам пригодится идея потрясающе конечно же она пригодилась еще раз тебе спасибо вот на ее решили осуществить значит суть в том чтобы 24 часа раскрашивали в двух раскрасках которая была первая купленная которая была куплена а там последний край никому как нравится мы решили что не будем ограничивать себя в творческих материалах и в количестве раскрашенных картинок то сколько успеет столько и раскрасит давайте покажу какие были какие у меня это раскраски моя первая раскраска была арт-терапия сейчас я немножко штатива пущу чтобы вам было виднее вообще изначально я купила себе журнальную раскраску который давались карандаши и фломастеры ручки и прочее с каждым выпуском я купила два выпуска они у меня не сохранились вот а первая моя настоящая раскраска была вот это я помню ну первый выпуск был очень дешевый но там собственно и раскрашивать то было нечего потом я купила 2 подороже но тоже по приемлемой цене а дальше ценник стал уже совсем неадекватно моя решила поискать а если в интернет магазинах в книжных магазинах какие-то издания какие-то раскраски для взрослых оказалось что пусть их было тогда не столько сколько сейчас но выбор был достаточно велик но поскольку это была первая моя покупка я решила что все-таки хочу поехать в магазин и сама посмотреть я поехал у нас москве на мясницкую но это метро тургеневская чистые пруды слетенский бульвар магазин библиоглобус и там я увидела огромный выбор раскрасок выбрала себе вот такую у нее большой формат твердая обложка стоила она тогда не бюджетно это сейчас она уже стоит ну насколько я знаю адекватных денег вот но я решила тогда я себе приобрести мне понравился вот этот яркий форзать тогда меня впечатлило вообще оформление я тогда еще не разбиралась не в бумаге ну правда я сейчас как бы именно с профессиональной точки зрения в ней не разбираюсь но все-таки уже как-то пощупаешь примерно понимаешь что будет вот здесь цветной контур там есть и задание и вообще и мне понравилось что даже фон здесь цветной вот конечно как оказалось это была моя возможно не самая удачная покупка с той точки зрения что тогда у меня не было огромного количества творческих материалов а бумага здесь достаточно тонкая и например те же самые фломастеры нужно было подбирать вот сейчас у меня с этим проблем нет вот и тогда к сожалению я этого не понимала и я раскрасила здесь свою первую тогда картинку я вам сейчас когда до нее дойдем покажу вот она я ее здесь насколько помню раскрашивала фломастерами из фикс прайс это вот они по внешнему виду были похожи на ашановские фломастеры марки каждый день но только фломастеры из ашана не просвечивают а эти конечно протекали и у меня были какие-то гелевые ручки из фикс прайс тоже какие-то не самые удачные карандаши вот такие вот на которые нужно было очень сильно нажимать в раскраске представлены цитаты разнообразные в общем несмотря на то что материалы были творческие не самые лучшие я получила тогда огромное удовольствие вы знаете пожалуй впоследствии несмотря на обилие интересных творческих ну разнообразных творческих материалов и разных фломастеров разных карандашей и дешевых и дорогих но вот такого чувства релакса расслабления кайфа уюта я уже никогда не испытывала как вот испытала здесь тогда я прям с таким удовольствием знаете раскрашивала все вот эти детальки то есть как могла тогда еще не делала ни переходов ничего но вот реально по моему я ее раскрасила за один вечер конечно сейчас я смотрю на все это это все очень по-детски но вот тот кайф который я получил он просто бесценен мне абсолютно было не трудно вот это все по прокрашивать ну а потом безусловно стали еще появляться какие-то раскраски ну и плюс я не сразу стала знаете так фанатеть по раскраскам что-то я начинала раскрашивать и забрасывала более-менее активно я вернулась к этой раскраски когда уже стала составлять планы на месяц вот это моя как раз таки крайние здесь работа работа нет конечно же просто картинка иллюстрация я тут не прилагала никаких усилий чтобы ее так назвать вот это я когда-то начала бросила потом доделала когда у меня появилась масляная пастель и мне хотелось есть что-то делать вот в общем вот такое вот издание оно неплохое оно неплохое просто если его покупать то нужно просто иметь в виду что и творческие материалы к нему тоже надо подбирать которые будут подходить а вот я еще тогда в самом начале вот это раскрасила и в общем красила я тоже с огромным удовольствием хоть и по-простому здесь какие-то были карандаши гелевые ручки кстати не помню вот это по моему я уже красил когда у меня появились акварельные карандаши лера осилис вроде бы так вот еще такая картинка вот видите какой интересный фон поскольку уже задан вот это я начала и забросила да это вот уже лиры были тут вот гелевые ручки какие-то блестки я использовала в общем-то тоже нормально для удовольствия том она меня жутко раздражала но сейчас я снова смотрю на нее очень так позитивненько ну и давайте покажу вам так сказать крайнюю раскраску а крайне ну я решила считать вот эту волшебные узоры потому что покупала я ее на складе и соответственно брала я там не одну до раскраску а много но вот это я брала я так всегда иду с первого павильона и до самого конца и вот в самом крайнем павильоне я и взяла ее и много других раскрасок но вот я помню что там я много чего набирала и вот это было прям так сказать крайняя которую я схватила вот поэтому будем считать именно ее это арт-терапия ну собственно надо же и там и там написано арт-терапия хотя издательство и тиро это разные первая книжка это стрекоза пресс 15 год а это что у нас а это у нас хоббитека 15 год вот ну все равно название арт-терапия совпали год тоже совпал а может быть кстати говоря это и год был когда я начала раскрашивать хотя я точно не помню 14 или 15 год где-то около того ну эту раскраску тоже многие знают здесь бумага гораздо плотнее здесь обилие узора в белый фон черный контур все так классически разнообразные иллюстрации они мне очень понравились здесь я еще ничего не раскрашивала поэтому с огромным удовольствием приступлю и пожалуй начну я именно с нее потому что ну уж очень хочется мне здесь что-то начать раскрашивать и да я забыла сказать время сейчас значит 25 февраля вторник 7 30 утра сейчас 825 я закончила раскрашивать эту картинку я прям сразу на нее глаз положила понравилась она мне так что вот решила именно в ней и и раскрасить с этой стороны ничего не протекло ничего не просвечивала ну правда эти фломастеры они в принципе ничего не просвечивают это ашан марка каждый день они очень классные нравятся вот сейчас когда так все подсохло могу сказать что но бумага после чуть-чуть шероховатая то есть но имеет место быть наверное скатывание бумаги возможно небольшое фломастеры скользили по этой бумаге очень хорошо очень легко но нужно всегда чуть-чуть дать подождать чтобы все высохло вот видите в самом начале вот здесь вот слегка размазалась потому что бумага очень гладкая сейчас я хочу еще здесь что-нибудь раскрасить потому что она для меня такая новая раскраска пожалуй выберу вот эту картинку она классная сейчас уже 1455 закончила раскрашивать вот эту иллюстрацию я конечно не все это время ее раскрашивала отходила там по делам но в любом случае где-то час а может быть и полтора я раскрашивал все таки использовала я map и джангл вот так вот без камеры гораздо лучше выглядит чем на камеру на камеру какие-то полоски видны она на деле здесь нет ничего вообще пропущенного ничего особо полосящего то что фломастеры ложились очень они тоже как бы скользили и вообще даже бумагу не скатывали вообще как ты просто идеальный я очень аккуратно все это старалась сделать использовала я два вот этих оттенка на самом деле мне цвет корпус и вот того и другого фломастера очень нравится они просто идеально сочетаются между собой причем в любых пропорциях но вот уже цвет самого пигмента он конечно от корпуса отличается тоже в обоих оттенков и вот например если здесь то еще нормально они сочетаются да на самой картинке то вот например если в жизни это не особо только если применять допустим какой-то один цвет а второй только как дополнение например в одежде как аксессуар потому что все таки вот эти цвета более такие совершенные но лично на мой вкус чем вот эти и я думаю что я еще сделаю здесь одну какую-то иллюстрацию и уже потом тогда возьмусь за вторую книжку вот здесь вот я сначала хоть и думала вот так в разном направлении делать но сейчас я вижу что и так за счет этого цвета кажется вот узоров так сказать в разную сторону и так и так видится поэтому нормально сейчас я выберу для себя картинку я в принципе уже приглядела вот вот эту иллюстрацию хочу раскрасить понравилась она мне и я уже возьму ашановские вот эти фломастеры марки каждый день сейчас уже 2258 я закончила раскрашивать волшебные узоры ну иллюстрацию снимаю уже честно говоря несколько дублей во первых у меня и такое знаете чувство что этот челлендж просто провалю потому что не успею раскрашивать здесь мне весь день я как-то вот ну не получалось у меня посидеть и по раскрашивать я вечно чем-то занималась но как бы нет есть дела которые были очень нужны и запла в принципе запланированные полезные во всех смыслах слова но вот я пришла с собакой и ушастый поел и пришел в комнату где я раскрашиваю совершать свои гигиенические процедуры очень громко короче я его попросил уйти он на меня посмотрел и как назло стоит включить камеру он еще более шумно себя ведет я говорю хорошо тогда вот я пойду на кухню пришла на кухню и он только включил или и лег тихо стоило мне включить камеру он начинает портить видео ну потому что откровенно портить есть он просто сюда в камеру в лес в кадр это ничего страшного это было бы даже хорошо вот ну в общем пришлось прервать опять запись и все же заставить его уйти в другую комнату ну потому что это уже правда я весь день как-то позитивно ко всему относилась но сейчас я уже честно разозлилась сейчас я вам покажу что у меня получилось в общем-то ничего особенного и эту иллюстрацию я раскрашивала фломастерами каждый день и map и jungle в общем-то сегодня у меня такой стандартный наборчик изначально я планировала только вот дофокусируйся уже вот в этих цветах в этих оттенках раскрашивать но потом поняла что нужно чем-то разбавить и разбавила вот так не могу сказать что прям как-то очень удачно но тем не менее как есть у меня еще знаете какая была цель есть любимые оттенки типа зеленых желтых есть нелюбимый оттенок типа красного но все остальные они мне нравятся ну синий у меня тоже быстро уходит фиолетовые в принципе вот но дело в том что все равно и остальные вот кроме зеленого желтого и даже синего у меня остальные фломастеры ну хоть и используются но их очень много скапливается сейчас бы уже пора приобрести новые фломастеры jungle и марки каждый день ну чтобы там были мои любимые оттенки но я поняла что у меня из прежних наборов осталось много фломастеров именно которые используются но расходуются медленно поэтому вот я здесь уже старалась по максимуму расходовать то есть и любимые оттенки использовать и просто такие проходные чтобы хоть как-то вот и опять же вот видите прекрасно ничего не протекло не просвечивает я все больше можно сказать влюбляюсь в данную раскраску потому что и раскрывать ее удобные рисунки разнообразные красивые и ничего не протекает в общем потрясающая книга и действительно арт-терапия никак не иначе и оформление мне ее нравится ну что ж попробую приступить все-таки вот к данной раскраски к данной иллюстрации тоже буду раскрашивать и вот этими каждый день и джанглами буду раскрашивать но какие-то цвета будут добирать по мере это я так меня в любом случае прервали так сказать поэтому что схватила то схватила но буду придерживаться вот этих оттенков что-то чем-то соединять но и потом конечно же вам покажу возможно скорее всего будет включение уже завтра утром когда я буду челлендж завершать сейчас уже 0 45 закончила раскрашивать эту лягушку ну издалека смотрится нормально вблизи не очень вот ну хорошо что здесь в общем то был фон и хотя бы какая-то цветовая палитра была задана ну так раскрасила быстро старалась не прерываться вот правда когда закончила раскрашивать еще отходила тоже ненадолго ну в целом то наверное час точно ушел мне так кажется ну бумага бумага здесь отвратительное ну сильно не просвечивала потому что эти фломастеры те и другие в принципе то в большинстве случаев себя ведут хорошо поэтому здесь они не протекали разве что где-то чуть-чуть просвечивали ашановские здесь скатывали бумагу и сама бумага здесь прям такая ну ну некачественная общем центропене ой господи не центропене джанглы вроде бы бумагу тут как я чувствую не скатывали слава богу вот но такое себе я рада в любом случае что одну картинку я здесь сделала сейчас я стараюсь эту раскраску ставить в план но в этом месяце я ее в план не поставила и тем не менее то что здесь уже в любом случае одна иллюстрация есть это хорошо буду постепенно ее раскрашивать может быть просто карандашами а не фломастерами ну челлендж я думаю что можно считать завершенным потому что завтра утром мне останется только единственное что снять как бы итоги и я думаю в этом нет смысла уже сейчас я буду ложиться спать поэтому подвести итоги можно сейчас в общем 4 картинки в принципе все видели вот это можно еще разок посмотреть на другие иллюстрации вот такая где тут у нас еще вот это и и еще одна надо сделать закладочки вот это тоже очень мне нравится то есть вот в этой раскраски я прям от души с удовольствием пораскрашивал особенно вот эту и вот эту иллюстрацию когда еще не сильно куда-то спешила еще раз хочу сказать спасибо настя дзен дудал за прекрасную идею очень интересную идею потому что всегда приятно вспомнить что же в коллекции было куплено самое первое какие-то свои эмоции вспомнить где это все покупалось ну и если давно все это не затрагивалось то затронуть и собственно то что куплено крайне иногда бывает особенно когда у нас большие коллекции все это просто ставится на полку а тут опять же был повод начать раскраску так что классно напоминаю что проводим мы данный челлендж вместе с аллы канала алла хобби ссылку на канал аллы я обязательно добавлю под видео так что проходите смотрите какие у нее раскраски первое и крайне если видео понравилось обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал мне будет очень очень приятно не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео мой инстаграмм 3 семерки рыжие 3 восьмерки тоже подписывайтесь я с радостью подпишусь на вас всем спасибо за просмотр и всем пока пока